Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо.Спорт в студии Александр Истомин. Первенство России по хоккею на траве в возрастной категории до 21 года завершилось вчера на поле в селе Кулешовка. За звание лучшей молодежной команды боролись спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Казани, Екатеринбурга и Азова. Первенство России по хоккею на траве проходило по курковой системе. Победитель определялся по набранным очкам. Возраст участника в основном 19-20 лет. На их фоне выделялась команда ТАНА, представляющая наш город. Конечно, сказывается возраст. У нас получается три игрока, только 18-летние были, остальные все младшие. И ребята занимаются уже давно, собрались духом с мыслью и выиграли, обыграли. ТАНА заняла четвертое место в турнирной таблице. По словам тренера Сергея Вербила, результат мог быть лучшим. В целом мы довольны. Мы, можно сказать, упустили еще одну игру, могли бы зайти в тройку, не занять четвертое место, а зайти в тройку, занять третье место. Проиграли Казани в 3-2 счета. Первую строчку турнирной таблицы заняла сборная Московской области. На втором месте Динамо Казань. Тройку лидеров замкнула сборная Санкт-Петербурга. По итогам первенства лучшие игроки попадут в сборную и представят нашу страну на чемпионате Европы в следующем году. Отбор спортсменов проводил тренер молодежной сборной России Айдын Муртузов. Вы знаете, очень удивила, конечно, команда Малтай-Азова. Очень многого ожидала от Питера. Но что-то, я не могу, то ли они устали, не могу понять, что может внутри коллектива что-то происходит. А с остальными ребятами я доволен. Очень хорошие те мальчишки Свердловские, наши Электростальские, те кандидаты, которые есть, я очень ними доволен. До чемпионата Европы молодежная сборная примет участие в турнире и дважды проведет тренировочные сборы. Евгения Симакова, Александр Истомин, Демилла Улихина, Азов Инфоспорт. Воспитанник отделения бокса Руслан Колесников стал победителем всеукраинского турнира, посвященного памяти Сергея Арутюнова. В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов из России и Украины. Суперкубок Ростовской области, собравший четыре лучшие команды Донского региона, проходил на прошлой неделе. Встречи проводили на стадионе спортивной школы номер 9 и в Ростове-на-Дону. Завершился розыгрыш третьего по счету Суперкубка Ростовской области. Турнир не проводился 17 лет. Примечательно, что победителем первой игры в далеком 95-м году стала команда «Темп» города Азова. В турнире принимают участие четыре команды, которые заняли в минувшем чемпионате Ростовской области места со 2 по 5. Было приглашение чемпионов области команды «Славяне». Но они, учитывая подготовку к Лиге чемпионов ЮФО и СКФО, которая стартует в городе Азове 10 ноября, они отказались от участия. В финальном матче встретились «Донгаздобыча» Миллеровского района и «ТПФ» Хутор Новоприморский. Игра завершилась в ничью 2-2. Но так как соревнования проводились по круговой системе, победила команда, набравшая наибольшее количество очков. Обладателем кубка стали спортсмены из Миллеровского района. Александр Истомин, Олеся Слоняко, Игорь Скуднов, Азовинфоспорт. Завершился мемориальный кубок Вячеслава Пуханова. Для того, чтобы определить сильнейшую команду в финальном матче, основного времени не хватило. Победителя выявила серия пенальти. Финал традиционного осеннего кубка, посвященного памяти Вячеслава Пуханова и всех азовчан, погибших во время исполнения воинского долга, прошел в минувшие выходные. За победу в старейшем кубке нашего города боролись команды спортивного комплекса имени Эдуарда Лакомова, «Скилл» и «Машиностроитель». Финальный матч был интересным и непредсказуемым. В первой половине игры лидерство держал «Машиностроитель». Команда «Скилл» боролась. И попытка отыграться казалась безуспешной. Тем не менее, основное время завершилось в ничью 3-3. Очень красивый футбол показали команда сегодня, результативный. И команда «Машиностроитель», и команда «Спорткомплекса» имени Лакомова были достойны победы. «Машиностроитель» вел долгое время 2-0-3-1, но в итоге, проявив волю к победе, команда «Скилл» сравняла счет и только по серии пенальти уступила, что, конечно, не зазорно. Команда «Машиностроитель» стала обладателем Кубка в пятый раз. «Многие наши земляки погибли в чеченской территории Чеченской Республики при выполнении интернационального долга. Слава Пуханов, которому посвящены эти соревнования, был одним из первых, кто из азовчан погиб». Команды получили памятные призы и кубки, а также были отмечены лучшие игроки финала. Александр Истомин, Евгения Симакова, Азовинфоспорт. 11 ноября в нашем городе начнется турнир Лиги чемпионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Более 10 команд будут бороться за первое место. Посмотреть игры можно на стадионе спортивной школы номер 9. Соревнования продлятся до 16 ноября. Это все о спорте на сегодня. Следите за пульсом спортивной жизни. До свидания.